Здравствуйте! 19 декабря – день памяти святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. В связи с этим хочется поговорить о почитании святых и их помощи людям. Уважаемые зрители, на ваши вопросы ответит митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Владыка, как правильно отметить День памяти святого? День памяти святого отмечается в церкви. Надо прийти на богослужение накануне, вечером, когда совершается собственное воспоминание того или иного события или того или иного святого. И в самый день праздника с утра в церкви же на божественную ритургию. Если человек церковный регулярно ходит в церковь, живет такой вот церковной жизнью, то, конечно же, надо обязательно причаститься в этот день, соответственно, подготовившись к причастию накануне. Владыка, почему кто-то из святых более известен и более почитаем, наверное, так можно сказать, и обращаются к нему больше, например, Николай Чудотворец или Матрона Московская, а кто-то меньше? Вы знаете, ответить на этот вопрос невозможно. Это зависит от многих очень факторов, и далеко не последним является то, что называют массовой психологией. Ну вот есть такое всеобщее почитание. Вот на моих глазах, например, возникло, точнее, не то чтобы возникло, а необыкновенно широко расширилось почитание блаженной Матроны Московской, которую всегда знали люди верующих, передавали какие-то связанные с ней воспоминания. Но когда она была прославлена, причислена к лику святых, когда ее мощи оказались в Покровском монастыре в Москве, и туда потянулось множество людей, вот буквально ее почитание выросло и переросло даже почитание многих других святых. Почему это происходит? Ну, во-первых, потому что люди ощущают некую действенную помощь святого, так же, как и святителя Николая. Можно было бы сказать, что наиболее почитаются святые относительно нового времени, которые близки к нам по времени своей жизни. Можно было бы так сказать, если бы не было, допустим, святителя Николая, который жил очень-очень давно, современник Первого Вселенского собора, и тем не менее во всем мире почитается то же самое. Вот есть такая поговорка, что к пустому колодцу люди не ходят. Значит, здесь колодец полный и произливающийся водой благодати, которая ощутима очень многим людям, обращающимся к этому святому с молитвами. Еще иногда люди делят святых по квалификациям. Например, к Николаю Чудотворца обращаются путешественники многие. А Ксении Петербургской, у тех, у кого нет работы, да? Вот с чем тоже вот это связано? И правильно ли вообще это? Ну, это тоже достаточно сложный вопрос. С одной стороны, вот такие просьбы иногда основываются, ну, где-то вот изначально основывались на каких-то подробностях жития святого. Ну, скажем, святитель Николай, и об этом пишется уже в жизнеописании, помогал путешественникам и спасал тонущих в море. Вот. И, конечно, люди, попадающие в подобные ситуации, знающие житие святителя Николая или знавшие, они, конечно, обращаются к нему с просьбами и наверняка получали и получают избавление. И, скажем, вот есть такой мученик Венефатий, тоже мученик первых веков христианства, его память приходится прямо в новогоднюю ночь. Ему молятся об избавлении от недуга пьянства. Очень символично. Очень, да, очень, очень. Да. Почему так молятся? Потому что знают его жизнеописание. Он когда-то был слугой одной благочестивой, но богатой женщины. Много пил. Достаточно много. И вот она его как-то однажды послала в соседний город, где должны были предстать перед правителем христиане, которых потом отправляли на мучительную казнь. И она ему сказала, вот ты будешь свидетелем этого, да, когда их казнят, принеси мощи одного из мучеников. Ну, это считалось очень похвальным брать, приносить к себе. Она была богата, у нее было свое имение. И там вот она хотела похоронить достойно мощи мучеников. Он поехал туда, достаточно весело вел себя в дороге. А потом, когда начался суд над христианами, и он присутствовал, он увидел, с каким мужеством люди, обычные люди, исповедовали Христа. Как они не поддавались ни на какие уговоры отречься от него и не боялись самой смерти. И вот когда дело дошло уже до казни, он, потрясенный мужеством этих людей, вышел из толпы и сказал, я тоже христианин. Его вместе с ними убили, казнили. И к этой женщине привезли его тело, ее слуги, который окончил мученически свою жизнь за Христа. И он прославлен церковью великих святых, хотя любил выпить. Вот почему мы молимся ему об избавлении от этого. Понятно, да, связь вот этого. Но дело в том, что в массовом сознании все это приобретает несколько гротескные, я бы сказал, уродливые формы. Вот поэтому появляются целые брошюры такие, которых святые по ранжиру расположены. И знаете, как справочник такой медицинский. Вот это от головы, вот это от спины, вот это от еще чего-то. Вот такому-то надо молиться, вот по этому поводу, такому-то, по этому поводу, еще что-то, еще кто-то. И когда люди совершенно далекие от церковной жизни, ничего не знающие ни о святости, ни о святых, ни о их почитании, и тем более о жизни, о писании того или иного святого, вот они, вот это, они смотрят, как справочник, так, приходится, так, где у вас тут икона, вот такого вот святого. Мне квартира нужна. Вот, это самое, сколько ждать, когда исполнится. Вот буквально вот на таком, ну, до такого уровня может доходить это. Вот, конечно, это уже профанация. Вот, и вот здесь вот надо понимать, что какие-то вещи, которые сегодня кажутся, может быть, смешными и странными, на самом деле, в начале, в основе своей, имели достаточно достойное, так сказать, обоснование. Вот, как вот молитва святому в Анефатию, вот, об избавлении от ненуга пьянства. – А как нужно молиться святым тогда, если не учитывать специализацию? – Ну, во-первых, молимся мы Богу. Вот это очень важно. Мы молимся Богу. Святые – это, мы называем их ходатай. Святые – это люди, которые угодили Богу, и мы верим, что они в небесном царстве находятся рядом с Ним. Мы просим их молиться о нас. Мы не говорим «Святитель Николай, спаси, избави, помилуй меня». Мы говорим «Святитель Отче Николая, моли Бога о нас». Мы так в церкви на молебне обращаемся к нему и так восклицаем. То есть мы, повторюсь, ту честь, которую мы отдаем Богу, мы не отдаем ее святым. Мы просим, так же, как мы просили бы наших близких живых, которые живут рядом с нами, как мы просили, ну, знаете, ты идешь в церковь, пойди помолись за меня. Или там поставь свечку. Или напиши записку. Мы обращаемся к людям и говорим так. Вот точно так же мы верим в то, что святые, во-первых, слышат нас, потому что смерть – это не преграда для верующего сердца. Во-первых, слышат нас, а во-вторых, обращены к Богу, и Бог слышит их. Вот поэтому мы просим святых о том, чтобы они молились за нас перед Богом. На Симбирской земле тоже есть святые. Восемь святых. В чем они могут помочь? И о чем можно молиться им? Да. Наши святые – это новомученики. Те, которые пострадали в 20 веке за Христа и Церковь. Кроме блаженного Андрея Симбирского. Ну, молиться можно о чем угодно. Всегда. Вот несмотря на вот эту вот такую специализацию, в кавычках, тем не менее, любому святому можно молиться о том, просить его, точнее, молиться о нас во всех нуждах, которые встречаются в нашей жизни. Так и здесь тоже. Но, конечно, я думаю, что в первую очередь нам нужно просить наших новомучеников святых, которые своей кровью засвидетельствовали верность Церкви и Христу, о том, чтобы они вот хотя бы отчасти помогли бы нам такую же верность приобрести самим. Пока нас не заставляют отречься от Христа, слава Богу. Но есть очень много ситуаций в жизни человека, когда человек не публично, не ярко, не каким-то образом, но тем не менее, сущностно отрицается от Бога, потому что начинает жить не так, как велит Господь. И такие вот ситуации бывают с каждым человеком. Вот здесь вот надо, мне кажется, обращаться с молитвой и просто не забывать примеры того, как обычные люди, такие же, как и мы, сохраняли верность Богу и не боялись идти на смерть. А мы иногда боимся каких-то неудобств, каких-то совершенно простых вещей. И мы иногда меняем жизнь христианскую на просто какие-то мелкие такие житейские радости, но в которых, к сожалению, мы забываем или предаем Христа. Наверное, об этом надо всегда помнить. В Ульяновской области есть и те, кто еще не прославлен, но люди их почитают. И будут ли у нас еще святые? Кто этим занимается, кто решает? Есть епархиальная комиссия такая по канонизации святых. Надо признать, что она последние годы так достаточно существовала в таком спящем режиме. Те канонизации, которые были совершены, совершены были усердием и трудами отца Алексея Скалы, очень известного священника, который был здесь у нас. К сожалению, он достаточно рано скончался. Но им сделано очень много. Настолько, насколько вообще может сделать человек. И, к сожалению, после его кончины эта деятельность как-то остановилась. Мы пытаемся сейчас ее возобновить, продолжить. Это в первую очередь, конечно, новомученики. Их много. Как и в каждой области, это тысячи, а может быть даже десятки тысяч человек. Надо изучать их дела, надо изучать обстоятельства, их кончины. Не всегда, не всегда, не все подходят по критериям для канонизации. Но достаточно много, я думаю, святых, которые прославлены в Бога. Ведь наше человеческое прославление это лишь наша попытка дать людям, живущим сегодня на земле, дать людям некий пример, образец, показать им подвиг жизни того или иного святого. А у Бога прославлено гораздо больше людей, чем мы найдем в наших календарях. Потому что Бог видит сердце человека и знает все обстоятельства. ему не нужна комиссия, не нужны расследования. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин